МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Композиции в здоровье. Известная российская фирма готова построить завод лекарственных препаратов ЖТСО. Эпоха ренессанса для Туранги. В Алматинской области начали возрождать исчезающий вид реликтового тополя. Целый круг социально важных вопросов сегодня обсудили члены Алматинского областного общественного совета. Напомним, новый орган, признанный усовершенствовать диалог между властью и обществом, свою работу начал только в начале этого года в рамках реализации президентской программы «Сто конкретных шагов». Нынешнее заседание стало третьим по счету. Всего на обсуждение было вынесено более 70 вопросов. Касались они проектов нормативно-правовых актов, определяющих права, свободу и обязанности граждан. К примеру, спорным стал вопрос о подтверждении местными исполнительными органами правил проведения и организации митингов, шествий и демонстраций. В мнении участников заседания разъединились и в вопросах регулирования базовой ставки палаты за использование земельных участков обсудили члены общественного совета и программу субсидирования семян и минеральных удобрений. Все предложения взяты на карандаш. Большинство материалов рекомендованы к принятию и отправлены в местные исполнительные органы и областной маслехат. Те материалы, которые рассматривают районные акиматы, проходят через областной общественный совет. Например, проведение общественных работ на местах. Столько людей там задействовано, где-то около 4 тысячи, по нашим данным, по Алматинской области. Там они где-то 45 тысяч тенге получают в каждом месте. И его мы сегодня обсудили, рекомендовали для принятия акиматом районов. И другие вопросы. Теперь ставка за землю не сельскохозяйственного значения. Есть увеличение, например, пригридным районам. Это от Алгарска, Харасайска, Ильиска района. А есть уменьшение ставки. Это вот дальние районы от областного центра и от города Алматы. Там, где потребность земли, в этом немножко меньше, чем в приграде Алматы, город Талдыгурган. А в Талдыгурганской регион примерно ставки сохранились те же, которые были. А вот в тех районах почти 3-4 раза увеличены. Это по представлению прокуратуры. Мы сблизили немножко город Алматы. Мы рекомендуем областной масляхат должны рассмотреть. В областном центре начали облагораживать улицы. Новый сквер протяженностью 500 метров вдоль улицы Балапаново должны сдать 20 мая. Монтажные работы уже начались. По данным заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Талдыгурган, здесь будут установлены спортивные и детские площадки. 35 скамеек, высажены саженцы березы и клена. Проведут освещение. Сейчас на объекте работают около 15 человек и несколько единиц техники. Нашей компанией подтвержден график производства работы заказчика. И все сроки выдерживаются. Планируем данный объект закончить раньше срока, то есть 15 мая. На сегодняшний день проводятся земляные работы. В работу ведутся два самосвала, два погрузчика, два экскаватора, которые поставляют инертные материалы. Плюс мы обратились с письмом в местный центр занятости, для того, чтобы из числа безработных были направлены на нашу фирму. Продолжаем выпуск. В 30 школах Казахстана введена обновленная программа образования. Новая методика должна формировать навыки общения у учащихся, способствовать их быстрейшей адаптации к окружающей среде. В эти дни на базе Назарбаевнической школы города Талкурган впервые проходит республиканский обучающий семинар практикум для учителей первых классов пилотных школ Южного региона. В семинаре принимает участие порядка 50 педагогов. Это учителя начальных классов и учителя-предметники. В рамках встречи преподаватели посещают уроки, проводимые педагогами ниш, участвуют в тренингах и обмениваются опытом. По словам организаторов, данный семинар позволит определить все проблемные вопросы и найти их решение, а значит и усовершенствовать систему образования. Напомним, что учителя Назарбаев интеллектуальной школы по обновленной программе работают уже третий год. В целом в Алматинской области с этого учебного года введена апробация в двух школах. В средней школе гимназии номер 10 имени Шуканова-Леханова города Талкурган и общеобразовательной школе города Жаркент имени Хамраева. Валматинская область А дети в этой программе становятся намного счастливее, раскованнее и свободнее. В Талкургане заработает новый фармацевтический завод. Производство антибиотиков и противоопухолевых лекарственных препаратов в Алматинской области планирует известная в России фирма Рафарма. Это по счету их третий завод. Первые два действуют в Подмосковье. Предварительные переговоры по строительству нового объекта состоялись сегодня. С представителями фирмы Рафарма и Фонда поддержки здравоохранения России встретился Аким города Талкурган Багдад Карасаев. В ходе переговоров они обсудили все вопросы, касающиеся реализации нового для региона проекта. Необходимые земельные участки, а это не менее 5 гектаров, в областном центре имеются. Более 120 миллионов долларов финансовых средств инвесторы готовы уже вложить. По словам представителей фирмы, мощности завода позволяют выпускать более полутора миллиарда таблеток, твердых капсул, инъекционных препаратов и суспензии. Производство 29 видов лекарств будет максимально автоматизировано, что сводит к минимуму влияния человеческого фактора, говорят они. Вот тот завод, который 25 тысяч квадратных метров в Липецкой области, мы планируем практически сделать такой же завод и в Казахстане. И это в большей степени связано с тем, что именно роль Казахстана в Центральной Азии, она играет приоритетное значение, думаю, роль эта только будет усиливаться и дальше. В Казахстане мы планируем внедрить две новейших линии, которые, когда мы строили завод в России, этих новых линий не было еще в разработке. Сегодня такие линии появились. То есть есть линия роботизированная по производству онкологических препаратов. И мы, в общем-то, намерены этот проект здесь реализовать. Нефть корректируется, тенге укрепляется. Сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов составил чуть больше 340 долларов за доллар США. А стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки «Брент» поднялась до 41 доллара 37 центов за баррель. О других новостях экономики расскажет моя коллега Асимка Щегулова. Добрый вечер всем, вам слово. Спасибо, Жбек. Здравствуйте. Китайская корпорация «Синома» заинтересована в ежегодном закупе целого ряда сельскохозяйственной продукции из Казахстана. Об этом стало известно в ходе встречи вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой с председателем Китайской государственной корпорации. Подробнее в нашем ежедневном блоке. В этом году КНР закупит в нашей республике подсолнечника в объеме 50 тысяч тонн, льна 80 тысяч тонн, рапса 100 тысяч. Кроме того, на встрече обсудили вопросы по привлечению китайских инвестиций в агропромышленный сектор Казахстана. Также будут продолжены переговоры и по экспорту из Казахстана в Китай других видов сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения. Помимо этого, китайская корпорация «Синома» намерена инвестировать в модернизацию существующих и созданию новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в нашей стране, начав с инвестиций в предприятия по переработке растительного масла мощностью 40 тысяч тонн. За неделю на 11% выросла аренда жилья в Алматы. Основной рост отмечен в Алмалинском и Медеевском районах Южной столицы. Ставка найма по городу становилась на уровне 137 тысяч тенге в месяц. Стоит добавить, по данным аналитиков компании Казриэлт, в нашей стране наиболее дорогими рынками жилья являются Алматы, Астана, Актау и Караганда. Несмотря на это, Южная столица лидирует по стоимости продажи жилья. В то время как Астана характеризуется наибольшей ценой аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. Между тем, по данным президента Казахстанской Федерации недвижимости Ермека Мусрепова, по аренде жилья активность на рынке недвижимости снизилась на 80%, по купле-продаже на 90%. Миллиард тенге готовы вложить турецкие инвесторы в Уральский трансформаторный завод. Совместный проект, предусматривающий производство электротехнического оборудования, бетонных подстанций и измерительных трансформаторов, позволит создать 150 новых рабочих мест. Уже в августе планируется получить первую партию продукции. К слову, определен и рынок сбыта. Это страны СНГ. Турецкие партнеры обещают прислать опытных инженеров для запуска производственных линий. Напомним, Уральский трансформаторный завод был открыт в конце 2014 года. Стоимость проекта свыше 6 миллиардов тенге, 2,5 из которых заемные средства по дорожной карте бизнеса. Производственная мощность, оснащенного самым современным оборудованием предприятия, 10 тысяч единиц трансформаторов в год. Это были все новости экономики на сегодня. Я вновь передаю слово своей коллеге. Жбек. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Далее события в мире. НАСА запустит две миссии для изучения Арктики. Причина – получение новых данных об уменьшении ледового покрова после необычно теплой зимы. Февраль уже стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Нынешний год тоже имеет все шансы побить предыдущие рекорды. Ледовый покров постепенно теряет свою устойчивость. И поскольку он наиболее чувствителен к глобальному потеплению, климатические изменения в Арктике часто рассматриваются в качестве индикатора этого процесса. Обитатели лагеря беженцев в греческом Медомине не прекращают акции протеста с требованием открыть границу с Македонией. Через нее потом по Балканам они хотят попасть в страны Западной Европы. Напряжение подогревается каждый день новыми слухами о том, что ворота вот-вот откроют. Пока же тысячи человек живут в условиях, которые они называют нечеловеческими. С начала года уже несколько стран Европы ужесточили контроль на своих границах, вызвав эффект домино. Ранее Евросоюз договорился с Турцией о выдаче обратно нелегалов, пересекающих Эгейское море. Однако он не касается тех, кто оказался в Европе до подписания этого документа. По меньшей мере 69 человек, по уточненным данным, стали жертвами теракта в пакистанском Лахоре. Из них 23 ребенка. Террорист-смертник взорвал себя на детской площадке в парке Гульшана Игбал. В этот момент там находились множество отдыхающих, притем значительная их часть христиане, отмечающие Пасху по западному календарю. Госпитализировано около 300 человек, большинство из них также дети и женщины. Ответственный за теракт взяла на себя экстремистская группировка Джамаат Уль-Ахрар, входящая в состав движения пакистанских талибов. Полиция уже выяснила личность смертника-исполнителя, арестованы 15 его предполагаемых сообщников. Власти Пакистана объявили трехдневный траур по погибшим. Подборку международных новостей подготовила Лаура Байбачанова по материалам интернет-ресурсов. Казахстанское предприятие по выпуску игрушек набирает обороты. Ежемесячно с конвейера теперь сходят 6 тысяч ярких машин, ходунков, песочных наборов и конструкторов. А начинали скромно всего с одного станка и небольшого ассортимента. Долго пробовали, экспериментировали. Производство игрушек – процесс сложный и не для большой публики, говорят рабочие. Особое внимание к каждой детали. Она должна быть нужного размера, формы и цвета. В этом цехе обычные детали быстро превращаются в детскую мечту. Чтобы сделать джип-тулпар необходимого около 2 килограммов пластмассы и всего 5 минут времени. Дарить детям радость решила Рабига Байтимирова. В процесс уже втянула супруга и сына. Мужчины теперь с любопытством разглядывают яркие КамАЗы и с удовольствием складывают конструкторы. Вместе им удалось найти нишу на, казалось бы, забитом да нельзя рынке. Сейчас на предприятии мечтают увеличить ассортимент, чтобы он полностью отвечал запросам маленьких покупателей. Сюда уже везут 5 дополнительных станков. Из пластика будут делать кукол, каталки. Появятся новые модели в коллекции игрушечного автопрома. 11 частных детских садов, рассчитанных на 1105 детей, до конца года примут в Жамбульской области. К слову, в регионе растет число дошкольных учреждений, построенных в рамках государственно-частного партнерства. Если в 2010 году частных садиков было всего 2, то сейчас их 39. Там воспитываются 3500 детей. Между тем, проблема дефицита мест в детсадах не теряет своей остроты. В регионе, в свою очередь, ждут 35 тысяч малышей. Поэтому госорганы стремятся поддерживать предпринимателей, готовых вложить средства в строительство детских садов. В Актау активно развивается строительство из легких металлоконструкций. Уже возвели несколько зданий общей площадью в 600 квадратных метров. Они сейсмостойкие и легкие в сборке, говорят специалисты. Руководитель предприятия Сергей Кокарев рассказывает, легкие стальные танкостенные конструкции просты в сборке, но при этом долговечны. Металлопрофиль подгоняют под нужные размеры, утепляют, шумоизолируют. И каркасное здание готово. Дом, построенный по такой технологии, может простоять более 100 лет, обещают специалисты. Материал подготовил Айган Имсултан по информации интернет-изданий. И еще есть не выпуска. Редкий вид реликтового тополя Туранги возрождают в Алматинской области. Пилотный проект стартовал в Балхашском районе. Здесь, в небольшом селе Жиль-Туранга, было высажено 125 саженцев этих краснокнижных деревьев. В большой экологической акции приняли участие и наши корреспонденты. Туранга – одно из древнейших пород тополя. Польза от нее для природного ландшафта безгранична. Особо ценится это дерево и в быту. Из Туранги получаются прочные предметы домашнего обихода. Посуда, различные подделки, седла и даже музыкальные инструменты. Столь добротное качество присуще этому дереву из-за произрастания его в Солончаковой и засушливой зоне, рассказывают ученые-экологи. При этом своей корневой системой оно удерживает грунтовые воды. Дерево уникум занесено в Красную книгу. Главные причины его исчезновения – чрезмерно выпаската и лесные пожары. Проблему ученые обсудили на специально организованном форуме. В рамках проекта была проведена инвентаризация 1600 гектар турангов тополей. Были проведены космоснимки, таксационные работы. Участок Сулу-Туранга получил генетический резерват. Этот участок сейчас огорожен. Оттуда взяты семена. И в Республиканском лесном селекционном центре, в лабораторных условиях, путем инвитера размножены эти два вида. Возрождение генофонда туранги ученые называют беспрецедентным случаем. Искусственным методом ее воспроизведениям еще никто не занимался. Проводимые опыты по выращиванию туранги из семян и черенков в 50-60-х годах прошлого столетия ожидаемых результатов не принесли. Спустя десятилетия возрождать турангу начали здесь, в Прибалхашье. Пока опытная площадка занимает всего 1400 гектаров. Однако уже вскоре территория насаждения увеличится в разы. В рамках акции волонтерами было высажено 125 саженцев краснокнижных. В Балхашском районе мы работаем с 2014 года. Здесь мы реализуем несколько пилотных проектов. И один из пилотных проектов, это грантовый проект по сохранению туранговых лесов Прибалхашья. Впервые в Казахстане мы опробировали методику искусственного выращивания туранги из семян в лабораторных условиях. И впервые мы вот на участке Сулу-Турангы, это близи аула Жиль-Турангы, будем высаживать 125 штук сеянцев туранги. Мы также вырастили тысячу штук. Мы высадили также в Алматинской области Айнбиш-Газахский район, участок Лавар. И высадили еще в Каскеленском лесхозе. Будем смотреть, как прижилась наша туранга. Саженцы туранги, несмотря на тонкие и хрупкие стволы, очень быстро адаптируются к местности. При обильном поливе корневая система саженца всего за неделю адаптируется к грунту. Туранга очень благоприятно влияет на экологические состояния природы, очищает воздух. Также она по значимости занимает второе место после Саксаула. В тени туранги произрастают травы и мелкие кустарники, что также способствует развитию животного мира. Подобные проекты в Казахстане сегодня реализуются в трех регионах. Помимо Алматинской, ученые взялись за возрождение туранги в Мангустаусской и Казлардинской областях. Лаура Байбаченова, Жизира Исаева, Степан Мережко, телеканал ЖТСУ. Праздник продолжается. Минувший выходной ознаменовался для областного центра масштабным празднованием Наурус-Мейрама. Сразу в трех точках в сельских округах Утина и Еркин, а также в районе профлицея номер 19, были организованы специальные торжества для проживающего в этих местах населения. Обширная программа с песнями, танцами, национальными обрядами и угощением собрала огромное число посетителей. Наша съемочная группа побывала на празднике. Выставка «Юрты Алты-Бахан. Развлечения для детей. Большой Дастархан с бесплатным Наурус-Кожи» организовали жители села Утинай. Добрая традиция праздновать наступление весны сообща здесь активно поддерживается уже третий год подряд. Вместе с жителями аула Наурус-Мейрама встретил и Аким Талдыкургана Багдад Карасаев. Он принял участие в одной из главных традиций этой даты – посадке молодых деревьев. Кроме того, глава города провел обряд Тусау-Кесу для маленького жителя села Утинай. Главные празднования по традиции открыли пришедшим из глубины веков обрядам очищения. Пусть наступивший год принесет только все самое доброе в каждую семью, пожелал собравшимся Аким Талдыкургана. «Поздравляю вас от всей души с праздником Наурус. Еще 5000 лет назад день весеннего равноденствия праздновали во всем мире. В нашей стране, благодаря главе государства, с 1991 года вновь возродили традицию празднования этой даты. Сегодня Наурус – это большой праздник единства, согласия, благоденствия для всех народов, живущих в Казахстане. Все вместе, дружно мы встречаем этот день. Как известно, 40% населения Талдыкургана проживает именно в сельских округах. Не зря аул называют «золотой колыбелью», потому что именно здесь сохраняются и возрождаются лучшие традиции». В праздновании Наурызов в селе Утинай приняли участие жители пяти аулов. Специально для них выступили артисты областной филармонии. А местные жители смогли принять участие в борьбе за барана. Животное досталось тому, кто смог присесть с ним наибольшее количество раз. А в селе Яркен празднование раскинулось на огромной загородной территории. Здесь расположились сразу несколько концертных и спортивных площадок. Тогус-Кумалах, шашки и шахматы, борьба и перетягивание каната. Любой желающий мог найти развлечение по душе. Смогли собравшиеся увидеть и зрелищную конную игру кок-пар. Праздничный марафон продолжил массовый флешмоб. На Урус-Мейрама самый долгожданный праздник весны, который очищает, объединяет и дарит веру только в лучшее в наступающем году, говорят собравшиеся. И всей душой поддерживают возрождение древней традиции отмечать эту дату в течение целого месяца. Всем казахстанцам желаю мира, благосостояния, процветания. Сегодня такой хороший праздник. Уже в третий раз его проводят для нас. Мы вместе с односельчанами, с детьми, внуками собираемся. Приходим сюда. Спасибо большое всем, кто организовал такой прекрасный праздник для народа. Сегодня такой хороший день. Очень радостно, что возрождают традиции нашего народного праздника. Проводят много спортивных состязаний. Люди встречаются, поздравляют друг друга. Хочу пожелать всем здоровья и счастья, а нашей независимой стране процветания. Отдельный праздник состоялся и в районе профлицея номер 19 для жителей этой части Талдыкургана. Здесь также было очень многолюдно. Инициативу городского руководства проводить отдельное торжество в разных районах областного центра местные жители поддержали всецело. Принять участие в торжестве собрались представители самых разных возрастов, и каждый нашел занятие по душе. Способствовала празднику и теплая солнечная погода. Традиционное благословление на год наступивший, главное блюдо празднования на Урускожи и яркая концертная программа стали подарком для всех пришедших. Большим концертом с участием известных казахстанских исполнителей закончился праздничный день в Талдыкургане. В воскресный вечер жители и гости областного центра смогли приятно провести время в новом парке отдыха «Жастар». Под песней Серик Була Саил Абека и шутки участника юмористического театра «Базаржок» Ханата Альжапарова. Посмотреть бесплатные выступления любимых артистов собралось очень много людей. Они пели, танцевали и веселились от всей души до самой ночи. Такой праздник, напомним, организовало городское руководство в честь празднования на Урус-Мирама. Все собравшиеся выразили надежду, что с наступлением теплых дней подобные концерты пройдут еще не раз. Я приехал в родные края, где прошло мое детство, где я получил образование и воспитание. Специально, чтобы поздравить своих земляков, подарить им этот бесплатный концерт, поднять настроение и выразить свои самые теплые пожелания к празднику на Урус. Поздравляю всех с праздником на Урус. Хочу пожелать нашим жителям города Тардухалды-Куркан и нашим гостям благополучия, счастья, здоровья. И спасибо нашему городскому Акимату за такой прекрасный вечер. Конечно, людей столько собралось, народу новый парк. Спасибо вам всем огромное. В Центральной библиотеке Панфиловского района исполняется 90 лет. Созданная в 1926 году первая бесплатная библиотека стала очагом просвещения и центром культурной жизни приграничного региона. Она расположена в здании Дома культуры и считается одной из крупнейших в области. Она занимает особое место в истории развития Панфиловского района. Сегодня здесь трудятся 44 библиотечных работника, которые отмечают, что с каждым годом число читателей неуклонно растет. Кроме того, на сегодня библиотека обладает богатым фондом, который уже не умещается в привычном помещении. Потому что книг поступает очень много, а помещения не хватает. И нам очень тесно читальный зал маловатый, потому что не хватает места для работы с книгами, с энциклопедиями. Мы бы были рады, если бы нам бы здание увеличили. В Ахтау проходит чемпионат Республики Казахстан по УШУ среди молодежи. Он собрал свыше 350 участников из разных регионов страны. За чемпионский титул ведут борьбу лучшие спортсмены из Ахтоби, Атрау, Шумкент, Кухшетау и других городов. Из 40 воспитанников Международной школы боевых искусств Синьхомень половина выступает в разделе Таолу. Здесь участники соревнуются в выполнении комплексов упражнений из различных стилей УШУ с добавлением акробатических элементов. Оценки выставляют за сложность движений, четкость, театральность исполнения и так далее. Помимо соревнований по исполнению комплексов в одиночку, существуют также такие виды, как командное исполнение комплексов и постановочные поединки. Вторая половина УШУистов соревнуется в разделе Саньда. Здесь поединок проводится в полный контакт. Соревнования проходят в Актаусском спортивном комплексе ЖАЗ-Канат. Назым Ищанова стартовала с победы на лицензионном турнире по боксу, который проходит в китайском городе Цяньань. В своем первом поединке казахстанка, выступающая в весе до 60 килограммов, встречалась с лойки Фифиты из королевства Тонга. В итоге победа со счетом 3-0. Следующей соперницей Назым будет первый номер в этой весовой категории представительница Китая Инцхуньхуа. Победительница азиатских игр 2014 года. Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вышел в третий круг теннисного турнира серии Мастерс в Майами. Призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов. Кукушкин преодолел барьер второго раунда после отказа от продолжения борьбы бразильца Томаса Белуччи. Игра была остановлена перед началом третьего сета при счете 5-7-6-3. Теннисисты провели на корте час и 50 минут. За это время 90-й номер рейтинга ATP 28-летний Кукушкин сделал по 4 эйса и брейка при отсутствии ошибок на подаче. Его ровесник Белуччи, занимающий 35-ю строчку мировой табели в орангах, выполнил 4 подачи на вылет, реализовал 3 брейка-пойнта и допустил 6 двойных ошибок. Это была их первая очная встреча. Боксеры Астана Орландс разгромили команду Пуэрто-Рико Харикейнс со счетом 5-0 матчевой встречи Всемирной серии бокса, которая состоялась в Петропавловске. Наши боксеры повели в счете за несколько дней до этой встречи. Произошло это из-за того, что команда Пуэрто-Рико Харикейнс прибыла в Казахстан без боксера весовой категории до 64 килограммов. Таким образом, Самат Башенов, который должен был выйти на ринг в этом весе, автомат стал победителем поединка. Первая встреча этого противостояния Мардан Берегбаев, выступающий в весе до 49 килограммов, одержал уверенную победу над Джоном Ортисом со счетом 3-0. Следом Нурсултан Кощеголов весовой категории до 56 килограммов победил Эдгардо Ролана. 3-0 и уже во втором поединке противостояния принес досрочную победу казахстанской команде. Следующим на ринг вышли тяжеловесы Яркин Мухаммеджан и Иван Россада. Поединок, не успев начаться, сразу же закончился. На 14-й секунде, второй минуты, Мухаммеджану была присуждена победа техническим нокаутом. Обзор новостей подготовлен по информации интернет-ресурсов. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин